Слово «легитимация» было хорошо знакомо, конечно, всем историкам и культурологам, и политологам в течение многих лет. Оно появилось после победы над Наполеоном, то есть, видимо, благодаря русскому оружию, когда была восстановлена французская монархия. И тут один умный, хотя и часто менявший политические позиции человек, сказал очередному французскому королю, что можно вернуть себе трон остриями штыков, но сидеть на остриях штыков нельзя. По божественному праву католической церкви, вы французский король, право, закон, это лежит на французском, но вам нужна другая законность, потому что люди не видят в вас законности моральной. Нужна легитимация особого рода. Так появилось это слово. В современной же России оно появляется вот в каком контексте. Например, собирается 100 тысяч человек и говорят, мы пока оппозиция, но если нас будет не 100 тысяч, а миллион, мы уже будем легитимнее, мы уже будем почти правительство. А если у нас будет 3 миллиона, то мы будем легитимной властью, а вот те, которые горстко сидят в Кремле, это будет власть нелегитимная. А это смотря, что они говорят, вот эти 3 миллиона человек. Очень зависит от того, что эти 3 миллиона человек хотят и говорят. Они могут хотеть, но, прошу прощения, ну, чушь собачья. Вот что говорят, 3 миллиона легитимнее, чем то, что говорят там... Два человека. Нет, то, что говорят правители, все равно, потому что их 3 миллиона, а правители... Ну, это увесистее. Нет, это просто вот другая легитимация. Другая легитимация. Другая? Это легитимная легитимация, прошу прощения? Нет, ну, давайте так, уважаемый... С самого начала сформулирую, в чем мое основное беспокойство. Но, разумеется, оно сводится к тому, чтобы кирпич не попал в лицо. Не получится ли, как в 17-м году или как в 1613-м, когда вот большинство, причем хорошо вооруженное, и оно в силу того, что, ну, а, большинство, б, вооруженное, считает себя законной властью. Вот совет солдатских депутатов легитимнее, чем временное правительство. Значит, я должен ответить, во-первых, известна латинская формула. Вокс попули, вокс дэи, где обычно переводится не очень точно. Попули в данном случае не просто народ. Это вооруженный народ. То есть голос вооруженных граждан есть голос, там, ну, истории, судьбы и легитимности. Я просто, отталкиваясь от понятия теории легитимности Макса Вебера, который выделял харизматическую, я бы ее, там, в скобках поставил, революционную, традиционную, понятно, когда за властью стоит власть, традиции, помазание, порядок вещей. И вот эта самая рациональная, логическая легитимация, я бы ее разделил на две. На конституционную легитимацию власти, то есть когда власть формируется в результате законных, признаваемых обществом процедур, демократических процедур, законопрозрачных и так далее. И легитимацию, которую я бы, условно, назвал оккупационной или колониальной, когда власть возникла не в результате демократических прозрачных процедур, но она существует, и люди ее признают, люди с ней считаются, люди пользуются ей как орбитом в своих спорах. Ну, это легко проверить, каждый из нас, читая книги, мемуары или фильмы о Великой Отечественной войне, знает, что там, понимаешь, жизнь в оккупации. Ну, там, Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, жизнь в оккупации. Есть бургомистр, есть полицай, с которым, кажется, как и с ментом, не надо ссориться, а наоборот лучше поднести что-нибудь там, самогон, шмацало, с бургомистром договориться, за остатки, там, сережки ему поднести, там, вот есть герафицер, с ним тоже надо как-то вот в хороших отношениях быть и так далее. Ну, это такая оккупационная легитимация, когда люди не признают законность в конституционном смысле, в демократическом смысле, в моральном смысле, но принимают как власть, считаются с ней, считаются с ее предписаниями, и, главное, что используют ее как арбитра в своих внутренних спорах. То есть власть, собственно, когда для меня возникает, становится приемлем для общества, когда общество в своих внутренних конфликтах использует власть как высшего арбитра. Вот, собственно говоря, это главное. Что касается, конечно, понятно, что в России до сих пор революционная легитимация власти, что разрыв права, произошедший в 90-м году, не исчез, он заделывается, власть заращивает, власть производит огромные усилия для того, чтобы иметь для общества, для внутри традиционную легитимацию, а вовне конституционную или там, ну, рациональную, то есть чтобы быть для Европы демократически избранным правительством, а внутри страны, как богоданные правители, мнения которых не оспариваются, с этой точки зрения результаты выборов не имеют никакого значения, потому что у власти находится власть. Власть находится сила, а как она... Власть перерыва, а Евгения Витальевича нет. Оформляет, а как она оформляет, не столь важно. Но все равно это вот этот самый, вот, потеряет власть моральную поддержку очень сильно, начинает, а, воборот, с коррупцией, увеличивает пенсии и так далее. Ну, как бы вот считает, что вот этим она возвращает себе поддержку. — Говорил Евгений Хловслов Юрий Смодов. — Да, вот вы нас, пожалуйста, прерывайте дальше и меня, и моего любимого коллегу. Вот, понимаете, так много Женя сказал, что вот хочется себя стукнуть в полбу и как-то вот сказать о чем-то другом. — Пожалуйста, я буду в следующий раз готовить заранее палки для хлопания. — Я стукнул себя в полбу и просто попробую себя немножко о другом сказать. — Ну, вот такие более живые, что ли, примеры. Вот вчера по Евроньюз показали премьера болгарского правительства такой вот громадный, размера, как бы сказать, очень уверенный в себе дядька, который сказал две вещи. Я ухожу в отставку, потому что я не хочу быть членом правительства, которое огорожено, как бы сказать, заборами, а на улице проходят вот, как бы, ну, дикие протесты против того, что мы делаем, и полицейские там, и народы... — Дикие, бурные. — Бурные, да, полицейские друг друга бьют. Это первое. И я поэтому ухожу в отставку. Это было одно показано по Евроньюз. А второй раз я уже тоже, как бы сказать, это слышал, через несколько часов передали другое, что он сказал. Ну, и хорошо, если, как бы сказать, хочет править толпа, пускай попробует. Так вот, легитимность — это такой способ, как бы, выкрутиться из ситуации, когда нету, ну, что ли, огороженного, как бы, правительство не должно, как бы, огораживать себя танками, а с другой стороны, когда толпа не правит. Ну, это просто так вот, как бы, заметка. И вот есть такая ситуация еще, которую все помнят и любят вспоминать, вот, ну, гитлеровские времена. Вот я сейчас читаю вот такую биографию Дитриха Банхофера, и вот еще немножко прочел, но там, надо сказать, как-то, ну, вот из его семьи, там, в Первую мировую войну, там погиб его брат, там, во вторую, там, еще один брат, которые, ну, были, понятно, что на стороне, ну, а, сначала Рейха, а потом, вот, соответственно, вот, против Рейха. Сам Дитрих Банхофер, просто не очень многие знают ее имя, он священник, который участвовал в загоре против Гитлера и был казнен. Так вот, ну, Гитлером был казнен. Так вот, Гитлер пришел к власти легитимным путем, который легитимным в двух отношениях. Правовым, как бы, да, все-таки его, он назначили канцлером, он не захватил, у него была попытка вооруженного захвата власти, она там, в 23-м году, там, Мюнхенский путь, она кончилась, как бы, ничем, его посадили в тюрьму, дальше он там написал свой майн камф, дальше вышел, но ситуация была такая, что, ну, грубо говоря, вот, завтрак Дитриха Банхофера стоил, там, 7 миллионов марок, а его отец, очень крупный германский психолог, глава, вот, германской школы психологов, директор института, который всю жизнь платил, там, социальные взносы, налоги в кассу, он вот в это время, там, получил, там, как бы, сказать, этот взнос, хватило ровно на бутылку вина. Вот такая была степень инфляции. То есть люди, вообще говоря, не знали, что делать, были оскорблены, вот, этим невероятным, там, вот, этими соглашениями, репарациями, они считали, что, вообще говоря, Германия сделала все, что надо. Она отказалась от императора, она, как бы сказать, в парламенте создала центристское правительство, как во всех европейских странах. Вроде мы выполнили все, что вы хотите. А дальше, а что же дальше? А дальше, вот, мы на вас, как бы, написали такие репарации, и жизнь пошла в разнос. Так вот, люди, грубо говоря, Гитлер пришел, а, юридически, законно, б, как бы сказать, на поддержке, на выражении вот этого, ну, массового, что ли, ужаса и невозможности жить вот в тех условиях, которые и было. Гитлер сказал, сделаем нормально. Но для этого надо там, грубо говоря, убрать евреев и коммунистов. Ну, такая у него была идея. И люди это поддержали. И вот это, как бы сказать, ситуация, из которой вот и надо выкрутиться. Сейчас, Жень, то есть вот, когда мы говорим о легитимности, то есть легитимность — это нерв социальной, юридическая законность и социальная справедливость. И вот, с одной стороны, Гитлер, как бы сказать, отвечал чаянием о социальной справедливости, а с другой стороны, предложил решение, вот решение этих чаяний проблем, которое подразумевало, а уничтожит тех, уничтожит тех, и все будет хорошо. И вот это было страшно, как бы сказать, эту легитимность вывернуло наизнанку и подорвало. И в нашей стране вот нерв этой самой легитимности и нелегитимности — это, собственно говоря, то, что, ну, то, что уперлось, как бы сказать, ну, в 90-е, в 91-й год в приватизацию, в перестройку, там, и в те модели, скажем так, отношений, даже не модели, ну, в то пространство смыслов, вообще, сказать, вот, которое задало власть для себя и для людей, пространство деятельности. То есть целью деятельности стало быть, как бы сказать, богатым любой ценой. И это было объявлено легитимным. Люди это не признают. Люди это не принимают, ну, хоть какой-то слой, но не принимают.